Начинаете, коллеги. Рашид, каково это быть одним из двух самых титулованных борцов современности в Гольной Борьбе? Не знаю, пока неошутимо. Я думаю, что это не предел. Есть на кого равняться. Поэтому будем работать дальше. Готовил на Кайл Снайдер? На Снайдера наготовил Кашу? Вы знаете, у нас такой вес. Там очень много титулованных борцов. Вот даже в финале со мной боролся олимпийский чемпион. Один из самых техничных борцов мира. Шарип Шарипов. Я просто, кто бы оттуда не вышел, я бы не удивился. Почему? Потому что у всех почти равная борьба. Все хорошие ребята. Казахстан, 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 Казахстан. Балдумит, вы решили, может, ваши достижения? Я этого парня вижу впервые. Первый раз с ним встретился. Ну, очень такой амбициозный, очень молодой, перспективный парень. Я думаю, у него большое будущее. Ты разочарованы все-таки, что у негоалось с Найдером встретиться? Нет, мы с ним еще встретимся. Впереди самый главный старт, это Олимпийские игры. Поэтому, в пользу случаем, я бы хотел поблагодарить всех болельщиков. Всех, в первую очередь, моих тренеров, всех тренеров сборной России. Всю нашу команду, моих личных тренеров. Всех болельщиков, которые сюда приехали, из Дагестана, из России, вообще с разных уголков мира. И особенно хотел поблагодарить казахских болельщиков. Я не забуду слова одного, мне говорит, ты для меня как Халид Бин Валид в борьбе. Я так улыбнулся, я ему говорю, мне, конечно, приятно, но да, Халида Бин Валида мне как пешком отсюда до Китая. Поэтому хотел бы всех поблагодарить. Отдельно хотел бы сказать спасибо моим землякам, настоящим патриотам своей страны и республики. Людям, которые делают очень много для нашего народа, в частности, для нашего вида спорта. Это Магомеду Гаджиеву, Сулейману Керимову и Амару Портозалеву. Чемпионат мира закончится. Как вам удастся наши казахстанские чемпионаты? Вы знаете, я надолго запомнил этот чемпионат мира. Почему? Потому что здесь организация на высшем уровне. Даже не ожидал, что у меня столько болельщиков в Казахстане. Даже половина, когда я боролся с казахом, ползала, по-моему, за меня болели. Поэтому им отдельное спасибо. А Борис, не притупились эмоции? Ты столько раз стоял на верхней ступени пятистала. Эмоции не притупились? Нет. Еще не шала, я думаю. Это не последний раз. Я думаю, все еще впереди. А ты сейчас можешь вспомнить? Сколько раз ты выиграл в чемпионате? Или уже запутался? Конечно, вспомню. Четыре раза. Это четвертый. Но если бы в семнадцатом году не проиграл, то было бы пятый раз. А в Силан Викинфиде еще вчера написало, что ты чемпион мира в девятнадцатом? Ну, знаете, нельзя... Это церемония награждения, извините. Сейчас. Нельзя бегать впереди поезда. Почему? Потому что были много случаев, когда на Олимпиаду ехали, уже заранее ставили на пьедестал. Поэтому это плохо. И я бы хотел эту победу мою посвятить нашему горцу. Его называется Аллах-Удинас Кавказа. Имаму Шамилю... Это человек, который... Каждый второй юноша на Кавказе мечтает на него равняться. Именно ему хочу я посвятить эту победу. И закончить наш с вами интервью с его фразой. Вознеся с высоко, будь скромен, а став сильным, будь милосерден. Спасибо всем большое. До новых встреч.